друзья всем огромный привет на канале решка из пензы безумно рада всех вас видеть хочу поэкспериментировать и открыть на своем канале новую рубрику не знаю уж насколько она приживется как будет популярным среди вас мои дорогие зрители но сейчас у меня как бы есть потребность об этом поговорить ну в общем то решила попытаться новое для себя направление освоить плане тематики видео речь пойдет как вы уже поняли из названия о моем парфюмерном гардеробе пользуюсь я парфюмами по настроению как-то до того чтобы выбрать какие-то конкретные ароматы на тот или иной месяц я пока не доросла то есть я подхожу к своей парфюмерной полочке и вот к чему рука потянулась тем и пользуюсь какими-то ароматами могу воспользоваться только один раз за месяц что-то ношу более долгое время в общем обо всем об этом буду рассказывать и также в рамках этих роликов хочу показывать вам парфюмерные пустышки а если таковые будут случаться и так давайте начнем первый опыт надеюсь что этот блин будет никому и поговорим мы об ароматах которые я носила в ноябре начну я с ароматов одного дня то есть те которые я выгуливала так скажем один раз в месяц и первое о чем хочу рассказать это парфюмерная вода от марки это либер д'оранж тильда суинтон лайкзис данный аромат был выпущен в 2010 году и относится к группе цветочных ароматов это нишевая парфюмерия здесь довольно таки богатая пирамидка здесь и тыквы бессмертник имбирь танжерин гелиотроп мускус ветивер не роли и роза для меня это аромат тыквенного пирога чуть горевшей корочкой использовал я его в начале ноября на такую прохладную сухую погоду и он совершенно потрясающе звучал раскрывался дарил мне хорошее осеннее настроение и как-то немного даже согревал меня в прохладные деньки ноябрьские но хочу сказать что уносила я этот аромат именно в сухую погоду честно говоря не знаю как он поведет себя в дождь проморзглые такие дни но вот для сухой холодной осени это просто потрясающий выбор рада что у меня целых 100 миллилитров этого аромата и конечно же с большим удовольствием буду им пользоваться и на следующий год возможно и зимой его потестируем если будет мне что вам рассказать как он ведет себя в еще более холодное время года я конечно же поделюсь с вами своими впечатлениями следующий аромат который я одевала один раз в ноябре на прогулку это мой любимый серж лютанс парфюмерная вода для кожи для бы аромат 2019 года относится на к группе восточные древесные здесь богатейшие просто пирамида я буду ее зачитывать но это нечто потрясающее этому парфюму нужен воздух я не знаю насколько хорошо он будет звучать в помещении комфортно но вот на холодную ветреную погоду это нечто умопомрачительное я когда вышла на улицу и ощущала от себя шлейф этого аромата знаете у меня от восторга даже мурашки по коже пошли настолько он великолепен настолько он меня впечатлил в очередной раз меня видите совсем чуть-чуть осталось в пробничке я не уверена что мне нужен полноразмерный флакон вот от ливант миллилитров 10 я бы наверное с большим удовольствием приобрела потому что это аромат не на каждый день это аромат такого настроения когда хочется как вам сказать свободы и немножечко улететь от всех проблем замечательный парфюм я в восторге безумно счастлива что в свое время решилась заказать этот пробничек теперь тешу себя надеждами на покупку большего объема данного парфюма в ноябре у меня день рождения и ароматом этого дня я выбрала парфюмерную воду от дома и в сен-лоран либре это аромат 2019 года он относится группе восточных фужерных и здесь солирующие нотки это лаванда и цитрусы замечательное совершенно сочетание прекрасно он раскрывается на моей коже мне с ним комфортно почему именно этот аромат я выбрала для своего дня рождения где дело в том что не подруга заранее презентовала на сертификат нас по программу не делали арома массаж и в качестве масла с которым не массаж делаю я выбрал лаванду и естественно очень долго от кожи этот аромат был слышен и вот чтобы вечером диссонанса не было такого я выбрала аромат с лавандой и хочу сказать что свой день рождения просто прекрасно провела в кругу друзей приятных людей утром у меня была спа программы вечером праздник классно приятная ассоциации я знаете даже рады что вот этот аромат и заикарился мне вот именно с этим днем кстати хороший он будет не только для осени я его приобретала летом и в жару достаточно тоже он комфортно носился потому что сочетание лаванды и цитрусов мне кажется довольно таки такое универсальное подходящее на разные времена года последний день осени я провела с ароматом от бренда шапар кашмир у меня отливать их есть миллилитров аромат уже с историей так можно сказать он был впервые выпущен в 1992 году аромат восточный гурманский довольно таки богатая пирамида мне очень нравится этот парфюм но вы знаете вот поздней осенью он меня разочаровал для него на моей коже нужна более теплая температура тогда он как-то богаче вкуснее раскрывается ярче звучит а вот поздней осенью он как-то знаете немножко скукожился и не показал себя во всей красе в общем то я сделал для себя вывод что как бы еще раз повторюсь что для более теплых температур для меня пашмир шапар но тем не менее любовь моя к нему не прошла ну а теперь поговорим об ароматах которые я довольно таки долго носила в ноябре и первые из них это парфюмерная вода от elizabeth artem 5 авенюн про я 10 миллилитров у меня был отливать ик в общем-то на начало ноября он был практически полон я его получила в подарок примерно наверное в мае и когда предварительно протестировала мне очень понравился его старт но в сердце этого аромата почули и очень некрасиво они на мне раскрылись в теплое время года но не стала я спешить с выводами и решила подождать вот до поздней осени и здесь конечно он меня приятно удивил о чем расход довольно таки интенсивный говорит целую неделю я провела в этом аромате почули осенью на мне раскрылись гораздо лучше они стали очень приятными даже такими шоколадными с большим удовольствием носила этот парфюм ну и теперь отложу его в сторонку скорее всего до следующей осени но возможно и зимой также попробую поносить следующий аромат которым я большим который я с большим удовольствием носил также целую неделю практически это парфюмерная вода от сары джессики паркер к в также у меня отливать их 10 миллилитров и примерно такой же расход как у elizabeth arden аромат 2007 года относится на группе цветочно древесно-мускусных ароматов аромат когда пирамидка довольно таки богатая извините на заговорку на мне это довольно таки гурманский аромат вкусный лимонный пирог и шоколад получала комплименты от коллег на работу им пользовалась и самой мне было в нем очень уютно комфортно вкусно для лета он наоборот для меня тяжеловат как бы ну в принципе могу носить но вот поздней осенью больше удовольствием не вызвал конечно поношу еще и зимой попробую мне кажется он будет неплохо звучать и так себе галочку поставил что все-таки хочу флакончик этого аромата но уж очень он вкусный для меня домашний мой аромат аромат ночная рубашка это сальвадор дали удару глипс у меня ручка в объеме 8 миллилитров в общем тут немножечко этого аромата еще осталось аромата 2005 года цветочно-фруктовый здесь и грейпфрут цветы хлопка ландыша ананас магнолия жимолости в базе мускус кедр и амбра конечно аромат нестойкий очень близко к коже сидит но вы знаете для домашнего использования для того чтобы приятно погрузиться в он он вполне подходит с удовольствием до использую эту ручку но не впечатлил он меня настолько чтобы допустим приобретать больший объем или даже повторять меньший ну в общем закончу и все но в целом то что протестировал аромата то что с ним познакомилась я осталась довольна думаю что за декабрь не удастся с ним попрощаться и в ноябре у меня получилось даже две пустышки парфюмерных ну во первых закончила я пробничек в объеме 2 миллилитра это туалетная вода джимми чум для женщин 2011 года аромат относится группе шипровые фруктовые здесь верхних нотах груш мандарин и зеленые нотки в сердце орхидея и в базе тофи и пачули я с удовольствием износила этот пробничек но не впечатлил у меня настолько чтобы допустим полноразмерную версию приобретать хотя в принципе аромат недорогой довольно таки доступный для любого кошелька он такой знаете из разряда когда не знаю что одеть нанесите на себя джимми чумен простой понятный приятный не удушающий не раздражающий хороший вариант для офиса не задушит не задушит ваших коллег ну там допустим ваше окружение если вы как бы не на работе его носите но повторюсь для меня он интересным для покупки не оказался ну и последний аромат который я носила в ноябре и также эта пустышка у меня был отливантик парфюмерной воды от киля good girl combat это знаменитая хорошая девочка становится плохой аромат 2012 года группа цветочно-фруктовая я когда летом этот аромат приобрела ну потому что очень много на нем о нем наслышана парф блогеров захотелось мне как бы самой составить представление об этом аромате он мне показался тяжеловатым и я даже думала сначала избавиться от этого отливантика выставить на авито например продать но хорошо что я это не сделала подождала осени и я с таким удовольствием закончила этот аромат за ноябрь он совершенно потрясающий он становится более легким более удобным для того чтобы его носить потрясающе звучит на моей коже причем как-то я его особо от себя не слышу но он мега шлейфовый на работе получала комплименты сейчас расскажу вам большую историю в общем то я сидела у кабинете зашла ко мне коллега с которым и в разных кабинетах находимся и она мне сказала о как классно у тебя пахнет ну спросил соответственно что за парфюм и представляете она мне назвала все эти служебные помещения в которых я как бы в этот день была причем до того как она пришла ко мне в кабинет мы с ней друг друга не видели то есть понимаете этот аромат который в разведку не оденешь он выдаст ваше присутствие в общем я в восторге я довольна конечно парфюм дорогой я в ближайшее время навряд ли себе позволю полноразмерный флакон но думаю что если будет возможность приобрести отливант к следующей осени то я обязательно это сделаю потому что вот раскрылся во всей красе этот парфюм и очень мне полюбился ну что ж друзья мои в общем то вот все что я хотела рассказать вам о своем парфюмерном гардеробе ноября строго прошу не судить мой первый опыт съемки подобного плана видео пишите ваше мнение об ароматах которые я показала если вы с ними знакомы мне будет очень интересно сравнить ваше восприятие данного парфюма со своим ну а я на этом прощаюсь спасибо за просмотр и до новой встречи на моем канале